Русские новости О грязи политики, о грязных политиках И в общем-то не совсем о политиках Выборы, можно сказать, закончились, забудьте Но нет, многие из тех, кто в этих выборах участвовал Кто имел к ним прямое или косвенное отношение Еще не раз появятся перед глазами публики И поэтому я выполняю обещание, которое я дал Павлу Грудинину Не публиковать ролик про Максима Шевченко Который подготовлен был задолго до окончания выборов Но теперь я его выпускаю в свет Максим Шевченко, конечно, прославился на этих выборах Для этого он был выпущен Потому что закулисные силы раскручивают своих Даже с помощью чужих А мы для них являемся чужими Вот они прославили Максима Шевченко Враждебного всему русскому в России человеку Которого сделали доверенным лицом Павла Грудинина Буквально с первого дня избирательной кампании Первое же мероприятие Павла Грудинина Было превращено в презентацию Максима Шевченко Он выступил перед коммунистической публикой В Центральном доме журналистов Наряду с кандидатом Ни одной из доверенных лиц со стороны национал-патриотов Тогда не то, что не было допущено к микрофону Даже в зал не попало Это сначала показалось мне случайным Но потом по мере прохождения избирательной кампании Выяснилось, что Шевченко вообще ключевая фигура Он внедрен был совершенно сознательно В избирательную кампанию Грудинина Теми лицами, которые находятся Я абсолютно в этом уверен В сговоре с администрацией президента И вот этот засланный казачок сыграл свою роль Оттолкнул от Павла Грудинина Миллионы людей Миллионы Именно тех, кто, во-первых, знал его как русофоба И тех, кто абсолютно не принимает коммунистическую доктрину А именно она стала основной Особенно на финише избирательной кампании Когда Шевченко просто не слезал с экранов телевизоров Заполнив с собой практически все дебаты Заместив на них Грудинина И других доверенных лиц Которых у Грудинина было немало И среди них немало тех, кто мог бы выступать успешно Достойно, без скандалов, без хамства Которые просто лезут из этого человека Сначала короткая антипрезентация С моей стороны последует Затем некоторые фрагменты видеороликов прежних лет И избирательной кампании И, наконец, цитаты Начнем с презентации Если очень коротко, то Шевченко в 90-м году закончил мои Но по специальности никогда не работал И уже в студенческие годы начал писать Стал спецкором Связался с христианскими демократами Тогда маловлиятельной группой Но которая хорошо финансировалась из зарубежных фондов Тогда это не осуждалось И это было нормально Так что первую зарплату свою Как специалист Шевченко начал получать Из зарубежных денег Так вот он начал к спецкором в газете Христианских демократов Потом преподавал историю православной гимназии Как будто он что-то в этом деле мог понимать И заведомил отделом поэзии в литературном журнале Ну такие вот были судьбы на переломе времен Между 80-ми и 90-ми годами Ну может быть это все допустимо и понятно Но в 96-м году Шевченко прошел своего рода стажировку В независимой газете Известном гнезде спецслужбистов Редактировал приложение НГ религии Между делом прослушал курс лекций По востоковедению и арабскому языку И при этом все время выезжал в какие-нибудь горячие точки В Афганистан, Чечню, Дагестан И в разные восточные страны Он и в Сирии побывал, везде Не сомневаюсь, что готовили его именно Как агента спецслужб в восточных странах А также среди мусульман Российской Федерации Он был обласкан Кремлем Давшим ему передачу на Первом канале Судите сами С 2006 по 2011 год он выпускал эту передачу И в членство в общественной палате С 2008 по 2012 Естественно чужих людей туда не допускали Оттуда он был издан якобы за антисемитизм Якобы издан якобы за антисемитизм Отвлекусь немножко Дело в том, что Шевченко Может быть благодарен мне лично За вот эту работу на Первом канале В передаче Судите сами Потому что в 2004 году я пришел к Константину Эрнсту Точнее он меня пригласил В связи с тем, что я направил депутатский запрос О передаче Познера И в общем там критически оценил определенные действия этого человека Не просто возбуждающие рознь, как принято говорить А оскорбляющие людей И этот запрос возымел действие Как ни странно На Первый канал зачастили прокуроры Сотрудники правоохранительных органов Эрнсту все это надоело И он позвонил мне Пригласил меня на беседу в Останкино Я приехал и итог беседы был простой Я сказал, что это у вас два ток-шоу И ведут их ультралибералы Одно ток-шоу ведет Познер А другое Такая дама была Сорокина Абсолютно бездарная Я об этом и сказал Эрнсту через некоторое время Довольно короткое Эту передачу ликвидировали И вместо Я тогда сказал Эрнсту Ну вы хотя бы там Пусть будет одно либеральное шоу Ну а другое Какое-то такое консервативное Но видимо в качестве консерватора Он пригласил Максима Шевченко Такого глусто замешанного русофоба С передачей Судите сами И я был приглашен на первую передачу Которая вышла в эфир И вот там-то состоялось Мое плотное знакомство с Шевченко Который задал какой-то дурацкий вопрос Вначале А я должен был быть как раз Ну вот Главным героем Две спорящие команды Я со стороны национал-консерваторов Должен был быть главным героем Сначала какой-то дурацкий вопрос Потом виск начался Там такой Венедиктов похожий на человека Больше всех визжал И там в течение вот этой мясорубки Конечно Шевченко совершенно Не способен вести никакое шоу Он всех всегда перебивает Хамит беспрерывно И он там сказал слова Ну примерно Я сейчас точно сказать не могу Найти этот ролик невозможно в сети Я бы точно процитировал Он примерно сказал так В запале Вот во мне нет ни одной капли русской крови Он хотел что-то продолжить А я ответил ему тут же своим сочувствием Я сказал, что Очень вам сочувствую в связи с этим Ну что-то вот такое произошло Я увидел, как Шевченко побелел Побледнел Позеленел Две части этой съемки было В перерыве Прибежал сам Эрнст Сунулся в студию Я увидел, что он в домашних тапочках То есть видимо Наблюдая, что творится в студии А все это шло тогда в прямой эфир По крайней мере На восточной области России И сценарий передачи был тут же сломан Из главных героев я был разжалован На мое место был поставлен Какой-то придурок Извините за выражение Из ЛДПР Сейчас уже не припомню И все как-то они попытались выровнять Вот с тех пор Шевченко с ненавистью Относится ко мне лично Вот хоть во время избирательной кампании Как мне сообщают Он вроде как ко мне какую-то симпатию Начал испытывать У меня к нему никакой симпатии быть не может И из вот этого моего ролика Вы поймете почему Да, кроме того Шевченко получил статус Члена Совета по правам человека При президенте Российской Федерации С 2012 года по настоящее время Это же путинист Понятно, что такие должности не раздают Просто так Вел официальные теледебаты На выборах Думы в 2007 году И президента в 2008 году То есть это просто Журналист из путинского пола Он объявляет себя православным Но считается одним из крипто-мусульман Увлечен православными общественниками В совершении мусульманских молитв Преклоняется перед ныне покойным Гейдаром Джемалем Тоже таким густопсовым русофобом Лоббирует интересы Рамзана Кадырова Движение Хамас В 90-е многократно выезжал Афганистан в Чечню-Дагестан Объявил исламский терроризм мифом После трагедии в Беслане Ездил в Осетию Объяснять, что там притесняют мусульман Многократно высказывался Клеветнический в адрес Российской империи Грубо искажая исторические факты Православного писателя Елену Чугинову Назвал откровенной нацисткой С 2015 года работал на НТВ Участвуя в различных шоу В том числе в роли ведущего Много лет выступает на Эхо Москву В том числе в роли ведущего Приятельствуя самыми отчаянными Либералами-русофобами Одновременно выступал против Присоединения Крыма к России Против защиты русских И за войну с Украиной Я за войну Так он сказал, по крайней мере Вошел в состав Левого фронта Накануне президентских выборов В конце октября 2017 года И объявил его радикальной организацией Левый фронт, который известен По белоленточным митингам Где он участвовал Сразу получил возможность Широкого продвижения в СМИ И тогда же Шевченко выступил против Альянса КПРФ с национал-патриотами Президентской кампанией Потом, правда, сменил гнев на милость С этого момента Шевченко играет В ультракоммуниста И определил главным оппонентом На выборах не Путина, а Собчак Он восторженно говорит о Ленине Поет интернационал Чего раньше за ним не замечалось Драка, которую он устроил Со своим давним другом Николаем Сванидзе Которого он называет Коля Ласкова В эфире вещания комсомольской правды Носят черты очевидной постановки Связи Шевченко с исламистами С российскими властями Либеральными кругами очевидны Его русофобия общеизвестна Его появление в команде Грудинина Нанесло вред репутации Кандидата в президенты Действия Максима Шевченко в избирательной кампании Грудинина Реализуют только одну цель Не дать кандидату охватить национальный патриотический электорат Чтобы замкнуть Грудинина только в рамках партийного левого проекта То есть гарантировать поражение на выборах Одновременно имитируется значимость левого фронта Который существует только в Москве Имеет популярность только за счет раскрутки в либеральных СМИ Теперь видеоролики Первый видеоролик показывает Что Шевченко отчаянный путинист Он не постеснялся об этом заявить Выступая как доверенное лицо Грудинина в Ярославле Мы протягиваем руку Владимиру Владимировичу Путину Которого я лично считаю выдающимся политиком во многих вопросах Во внешней политике Я в Сирии во время войны бывал пять раз До войны с Башаром Асадем встречался Правильный приход в Сирию? Абсолютно правильный Но мы говорим, мы же протягиваем руку Давайте вместе Да бог с вашими дворцами Ну сами с ними разбирайтесь, с вашей совестью То есть Шевченко готов оставить дворцы олигархам И просит только об одном Чтобы приняли его протянутую руку То есть включили его в прежний пул Превластных журналистов Он говорит ведь не от Грудинина Он говорит от самого себя Он говорит не от избирателей Но представляете как должны реагировать избиратели на все это Блок, который он представляет коммунистов Людей левых взглядов Патриотов Этот блок предлагает власти по-прежнему не конфронтацию А сотрудничество Я лично верю, что то, что происходит Это не путинская позиция Я знаю Владимира Владимировича Путина Несколько раз с ним встречался Ну не так, конечно, тет-а-тет, чтобы чай пить В компании с другими С Прохановой, например Он тогда там с нами встречался, разговаривал, я помню На мой взгляд, это вменяемый человек Который любит свою страну Которого есть там понимание безопасности Пусть кому-то не понравятся мои слова Но поэтому мне трудно поверить Трудно поверить, что это вот безумие Которое происходит сегодня Что инициировано им Путин вменяемый человек Который не отвечает здесь ни за что И с ним Шевченко собирается сотрудничать Вот основное содержание этого ролика И этот человек получил статус доверенного лица И возможность выступать Ездить по городам и весям Финансируясь со счета избирательной кампании Грудинина И бесконечно выступать в дебатах Столько, сколько он выступал Не выступал никто Поскольку в Российской Федерации Реализуется программа геноцида русского народа То здесь власть поддерживает разнообразные силы Которые ненавидят русских Или хотят обратить их в свою нерусскую веру Я думаю, что вот я всегда искал такую религию Она мне всегда была интересна Именно такая религия является частью политики Даже русский коммунизм Русская революция, которая, безусловно, была Теологической, религиозной Вы думаете, он говорит о православии? Вроде он как с христианскими демократами общался Нет, он говорит об исламе Вот что он говорил не так уж и давно Обращаясь лично к Путину Я хочу напомнить опять О одной из самых, к сожалению, бесправных Частей заключенных О мусульманах Каждый мусульманин, который арестован Сразу попадает под некий такую черную метку Что чуть ли он не террорист, игиловец И с ним можно делать все, что угодно За мусульман очень плохо заступаются Правозащитные организации И когда говорят политзаключенные То, как правило, имеют арестованных активистов На 20-30 дней совсем не имеют в виду людей Которые получают большие тяжелые сроки Я знаю вас как человека милосердного Как человека, который ответственно И всегда защищает права человека И конституционные принципы Я прошу вас обратить внимание на эти две проблемы У нас вообще-то политзаключенные Русские политзаключенные Получают значительные сроки За слова А вот мусульманские террористы Это те, о ком как раз заботится Господин Шевченко Кроме того, он является большим другом Исламских иммигрантов Которые обосновываются в России И пытаются установить здесь свои порядки Глаза, конечно, бросаются Больше всего выходцы из среднеазиатских республик И могу сказать, что многие из них А это миллионы Около двух с половиной миллионов Получили российское гражданство И тоже будут избирателями Вы знаете, как унижали ваших братьев и сестер здесь И вы знаете, что я всегда заступался за них Как и коммунисты всегда заступаются За тех, кого унижают и обижают Поэтому знаете, за кого голосовать Конечно, проблемы русских Не из-за мигрантов Интересное сочетание исламизма и коммунизма Наверное, в чем-то Шевченко прав Только это правота нашего врага При всем при этом Шевченко называет себя русским Хотя он, видимо, только русскоговорящий Русскоговорящий россиянин Я русский Я русский до мозга костей Вот я думаю, что в данном случае Речь идет о русских как прилагательный То есть вот этот прилагательный русский Нам рассказывает о том, как надо родину любить А вот для кого русский это существительное Это совсем другие люди И только русские могут быть подлинным субъектом Политического движения и политической модернизации Интернациональная утопия о том, что Мол, все нации как один Все дадут отпор национальному социализму Германскому Она рухнула Выяснилось, что только русский народ В основном русский народ Готов класть За этот проект Своей жизни Вот этот реверат в сторону русских Ну действительно напоминает то, что в свое время Сказал Сталин после войны Подняв вокал за русский народ Который мог бы прогнать Вот это вот мерзостное большевистское правительство А он вот почему-то перетерпел И потому выиграл войну Ну видимо Шевченко точно так же За рабов, за русских рабов Всегда Да, за русское рабство Всегда И выпить, и закусить И порадоваться жизни Когда-то так, как русский народ Является держателем смыслов Развития на этой пространстве Интеллектуальных, философских, государственных, военных То русские должны не этницизироваться А русским надо будет быть только русский паспорт С русской академией наук Русскими партиями Никаких не будет тут чурок Никого не должно быть у этих русских Те русские станут просто марионетками В руках этого, как я уже сказал, космополитического сброда Вот видите, как только русские начинают бороться за свое государство За свои права Тут же начинаются оскорбления Оказывается, они в этом случае становятся марионетками Каких-то внешних сил А вот когда они рабы внутренних этнических кланов и олигархий Вот тогда они настоящие русские Это суждение Шевченко Мы должны вырвать из рук врагов России и врагов русского народа Лозунги свободы и демократии Мы должны взять на вооружение сами принципы демократии Принципы нашего русского либерализма Ну, можно сказать, да И декабристами тоже, почему нет Нашими авторами русской правды Я считаю, что если мы не создадим Не сформулируем такие принципы демократии русской Под которыми готовы будут и рады будут подписаться Чеченцы, грузины, башкиры, татары, буряты Патриотически настроенные евреи Которые не будут служить двум государствам или трём государствам сразу Не знаю, да всякий И финн, и ныне дикий тунгусы, друг степи, и калмык Здесь Шевченко выступает уже как стопроцентный либерал То есть как раз вот национал либерастия, я бы сказал Вот такое мировоззрение он демонстрирует в данном случае Меняя взгляды, как вздумается Вот сейчас он нацдем, завтра он исламист Послезавтра он путинист, потом коммунист, поющий интернационал Легко меняет маски То тогда мы сможем воплотить русские проекты в истории Сформулировать нашу русскую политическую нацию Российскую политическую нацию Видите, уже российская политическая нация, русская-то уже не нужна И Жуков у них патриот, и Власов патриот Сегодня есть поклонники открытых Власова, Краснова, других предателей, которые встали на сторону нацистов в годы войны Это патриоты, казаки говорят Патриоты, белые патриоты Белые, которые, за спиной которых была Антанта Которые воевали против русского народа На деньги Англии, Франции, Японии, США Краснов открыто вооружал казачьи войска на немецкие деньги Вот здесь мы четко видим деление Эта мразь путает советского генерала Власова И царского казачьего генерала Краснова Кто сражался за веру царя и отечества Был героем Первой мировой войны Не уступил большевикам и не уступал никогда Сравнивает и отождествляет предателя Власова Который совершил воинские преступления И генерала Петра Краснова Который не совершал никаких преступлений Напротив, его уничтожили вместе с другими казачьими генералами Совершенно поперек всяких законов И расправился с ними Сталин После того, как казаки были выданы англичанами советской власти Но советская власть, так называемая советская коммунистическая Номенклатурная диктатура Расправилась с генералами Проведя все процессы в закрытом режиме Все дела до сих пор являются закрытыми секретностью И я в свое время в статусе депутата Госдумы Даже не смог их получить Хотя бы пролистать, понять что к чему Нет никаких обвинений публично Никаких фактов совершения преступлений не было Войны на Восточном фронте не было И так далее, и так далее Внимательно разбираясь с русской трагедией С продолжением гражданской войны И продолжали эту гражданскую войну И сталинисты, не только белые Но сталинисты прежде всего Потому что истязали репрессиями всю страну И когда шла война Русские воевали на фронтах А советские или большевистские воевали в тылу Не в тылу у немцев, а в тылу у русского народа Продолжая его истязать И когда русские освобождали землю от врага Они приходили на эту землю И продолжали чудовищные репрессии Под видом того, что кто-то там обслуживал интересы оккупантов Конечно, и интересы оккупантов В некоторой части совпадались С интересами тех русских Которые мечтали расправиться со своими притеснителями Это были те, чьи родственники, родные, близкие, друзья Или они сами пострадали от большевистского террора, от сталинизма И это была гражданская война Гражданская война – это трагедия народов И вот в эту еще не зажившую рану Максим Шевченко просто плюет Просто плюет Как его назвать после этого? Настоящий патриот тот, кто объединил народ Тот, на чью сторону встала двухмиллионная Красная Армия Которая освободила свою страну от иностранной оккупации Стоявшей за спиной белогвардейцев Вот посмотрите, какая подлая ложь Вопрос гражданской войны снова поднят И поднят без понимания того, что это была трагедия Он поднят так, как будто бы советский учебник Является истиной в последней инстанции И этот учебник Максим Шевченко Когда-то в своем детстве читал Видимо, ему очень это все нравилось Или вдруг понравилось Как раз именно сейчас понравилось Для этой избирательной кампании И он высказывается с ненавистью О массах русских людей, которые воевали с большевиками Которые в землю легли в боях Или от красного террора Вот эта мерзость несется с телевидения Для чего, спросим мы? Для одного Все, кто знает об этой мерзости Должны отступиться от поддержки Грудинина И это является целью Максима Шевченко Те, кто восстановил страну Не на принципах империи, порабощавшей народы А на принципах равенства и справедливости Мне здесь аналитический подход Ну как-то совсем не по душе Меня переполняют эмоции Когда я слышу вот эту гадость Вот эту мерзость Вот эту русофобию Которая просто льется из него потоком Вот дай ему микрофон Он просто нас всех смешает с грязью Дайте ему власть Он порежет нас просто на мелкие кусочки Так он ненавидит русских людей Клевета Клевета на империю Постоянная клевета на империю Продолжение всех этих подлостей Коммунистической пропаганды Все в дело Все в дело Ради чего? Ради задания, которые дали Кремле Ну и конечно от духовной склонности От духовно-душевного порока Который исходит от Шевченко Как я понял и глава ФСБ Александр Бортник В своем интервью к столетию ВСЧК тоже начинает историю 17-го года Это любопытный факт Который говорит о том, что многие специалисты Занимающиеся вопросами безопасности Понимают подлинную историю нашей страны Советский опыт Это опыт единственного национального строительства На территории нашей страны А здесь вот вылезает чекизм Это же чекист Это такой же чекист, как и Путин Поэтому и Путин ему нравится И Патрушев ему нравится И коммунистические террористы ему нравятся И сам он ровно такой же Дайте ему в руки оружие Он станет таким же террористом Как и все остальные большевистские негодяи Чекистские негодяи Таким же подлецом и предателем Которым является Путин Вот это воплощение одной из сторон путинизма В России всегда За исключением советского времени Было два народа Один народ это господа Которые жили в мире Бунина, Тургенева Хвастались своими романами Что у них там все хорошо Растет производительность Другая большая часть Это народ Народ, который нуждался до революции Голодал И которого Освободила от этого жуткого рабства Только революция И только советская власть Которая была Подлинно народная власть Видите, получается, что Российская нация И советская нация Это одно и то же В мозгах у Шевченко Лишь бы не русская Лишь бы не русская Ну а русские для Шевченко Русские это просто свиньи Вот давайте послушаем Что он тут на эхо Москвы пилил На самом деле Нет никакого Национального Этнического конфликта Нет никакой разницы Куда человек приезжает К межнациональному конфликту Склонны люди Которые Выходят за рамки Закона Как правило И я подозреваю Что за большинством Эти конфликтов Вообще Стоит ОПГ Который Делит между собой Территорию России нет И не может быть Туземных частей Которые гибли бы За интересы белого населения Потому что Еще вопрос Кто тут белый Интересная оговорочка За интересы белого населения То есть Он говорит С одной стороны Да нет никакого деления А с другой стороны Оказывается Есть белое население И не белое Напомню Что на английском языке Европейский Как бы белая раса Обозначается Как Кавказская То есть кавказская Вот кто тут белый Оказывается Что не мы тут белые А белые какие-то другие Но это все От невежества Такое название У европеоидов Или у европейцев Европы У северных европеоидов Возникло только От гипотезы Что прародина Европейца Ныне живущего Европейца Это Северный Кавказ Поэтому такое название А не потому что Кавказцы являются Предками Тех кто живет В Европе Ну что поделать Шевченко невежда Я думаю что Во всех отношениях Невежда Так где-то он может быть По странам Востока Чего-то знает Но в целом Полная невежда Что Поэтому называть Кавказцы черными Это по крайней мере Невежество и абсурд Нацисты уже В интернете Развернули там Компанию За То чтобы формализовать Эти беспорядки На Манежной Целые движения Объявить там Призывы везде Свободно висят в интернете Это записывалось Естественно Не вчера Это было выступление Как раз против Русского бунта Который возник Спонтанно Стихийно На Манежной площади И русских ребят Которые вышли Тогда с протестом Против убийства Одного из Футбольных фанатов Хотя и не по поводу Фанатства его убили А за то что он русский И вот эти люди С точки зрения Шевченко Являются Агентами каких-то ОПГ И они сами Оказывается Являются преступниками И против них Надо направлять Правоохранительные органы Не против убийц Да нет Все вот эти черные Которых Так называет Шевченко На самом деле Настоящие белые Кавказцы Вот они Как раз Являются белой костью Здесь И они Вовсе не преступники Они убийцы Но не преступники Так считает Максим Шевченко Спартаковский парень Это не кавказский парень А это рецидивист Секундочку Это рецидивист Думя судимостями Русский рецидивист Ведет себя точно так же Где бы ни находился Максим Я сейчас Максим Не раз и не два А много раз Шевченко Высказывал Симпатии К чеченцам Причем считая Что Вот кто убийца Кто схвачен за руку Вот те Те бандиты Причем они Ничуть не лучше Чем бандиты Русские А вот все остальные Чеченцы В том числе Те кто Не захвачен Те кто Сидит в тюрьме Даже из-за убийства Вот Их то надо Конечно защищать А все остальные Кто за руку Не схвачен Это Самые милейшие люди И на их стороне Симпатии Шевченко И на их стороне Как он считает Должны быть Симпатии Вообще всех Вменяемых людей Его вменяемость Именно такова Это Вменяемость Русофоба Чеченцы Это один из Самых сдержанных Подтянутых Холодных людей Холодных народов На земле Москвичи У Шевченко Это свиньи А чеченцы Это холодный Такой Здравый Здравомыслящий Народ Мы свиньи Для него Русские свиньи Правда Вот чуть-чуть Не договорил Шевченко Сказал Москвичи И вот улицы Москвы Они все загажены Это москвичи Но дело в том Что в России Везде повсеместно Говорят так Что москвичи Это не русские Точнее вот так же Даже я слышал Своими ушами Одна бабушка Так смотрела Смотрела На приехавших Интеллигентов Говорит Какие же вы русские Вы не русские Вы москвичи Вот одна бабка Сказала Как раз Такая аргументация Очень подходит Для журналиста Для журналиста Русофоба Как мы можем Говорить Что чеченские Милиционеры Нарушают закон Давайте их имена Я вас уверяю Что Кадыров Их накажет Этих людей Ну вот действительно Как может Чеченский милиционер Нарушать закон Не может Русский милиционер Может Чеченский Не может Как можно обобщать Нет в России Национального вопроса Нельзя обобщать Нельзя ничего Обобщать На русских Можно обобщать На москвичей Можно обобщать На чеченцев А нет, понятно. Получается так, что когда коренное население того или иного региона... Я не знаю, что это коренное население. Что такое коренное население в Москве? Уграфины, что ли? Для того, чтобы русофобию как-то обосновать, надо отказаться от понятия коренной народ. Надо не понимать, что коренные в Москве это русские. И в порядке ёрничества Шевченко говорит, это что, уграфины что ли? Нет, русские построили Москву. Русские её отстояли во время войны. Это русская столица, русская православная столица. Это известно всем, кроме русофобов, которые этого не желают признать. А что такое русский в Москве? Кто это русский? Вот Радзиховский, допустим, написал в статье, Михаил Фридман русский. Кто русский в Москве? Москвичей-то кто такие? Какой-то еврей написал про другого еврея, что он русский. Это аргумент Максима Шевченко в пользу того, что в Москве вообще-то русских нет. Есть в москвичи такая особенная национальность? Хорошо, русские это люди, которые выросли в русской культуре. Давайте я так это сформулирую. Так в русской культуре выросли у вас масса людей. У вас Рустам и Брагембеков... Максим, вы опять начинаете передеркивать. Нет, Лен, я конкретизирую. Люди выросшие в одной... Хорошо. Люди выросшие в единой культурной традиции, в русской традиции, в данном случае... Какая русская культура? О чем говорится? Советская культура? Я могу, Максим, я могу... Оказывается, и русской культуры никакой не существует. Советская, оказывается, существует, а русской культуры нет. А почему нет русского народа? Вот почему. Потому что революция... В России всегда, за исключением советского времени, было два народа. Один народ это господа, которые жили в мире Бунина, Тургенева, хвастались своими романами, что у них там все хорошо, растет производительность. Другая большая часть это народ. Народ, который нуждался до революции, голодал и которого освободила от этого жуткого рабства только революция и только советская власть, которая была подлинно народной властью. Бунина и Тургенева надо сбросить с корабля современности, как это сделали большевики. И, видимо, вообще всех русских писателей надо туда отправить. А настоящая культура произошла, когда свершилась революция, когда забили в землю миллионы людей, когда затравили репрессии лучших людей России и большая их часть бежала из страны. Это были не только писатели, но и художники, инженеры, философы. И вот все это, все это, погром, русский погром масштабный, с многомиллионными, десятками миллионов жертв, вот что является для Максима Шевченко источником вдохновения. Это советская выдумка, которую повторяет невежественный Шевченко, распространяя это невежество на избирательную кампанию и создавая из Павла Грудинина, которого он представляет, тоже какого-то невежду и русофоба. И цель здесь он реализует в соответствии со своими склонностями. Он для этого и прислан на эту избирательную кампанию, чтобы миллионы здравых, образованных, честных, русских людей сказали, это что за мразь выступает от имени Грудинина, есть ли у него доверенное лицо подобный негодяй, разве можно за него голосовать? Мы не пошли голосовать. Шевченко добился своего, он радостно потирает руки. Так, с роликами мы закончили. Теперь цитаты. 2006 год, как та самая передача, на которой я присутствовал, первая цитата, с которой Шевченко, можно сказать, выходит в эфир, российский эфир. Читаем, слава богу, это сохранено такими въедливыми блогерами. За последние годы мы, граждане страны, победившие Гитлера, стали слышать чудовищно привычные нам слова и чудовищно нерусские, такие как неонацисты и скинхеды. Это точно вот такие вот ужасные слова? Или это просто слова? На улицах наших городов, когда-то украшенных лозунгами интернационализма, вспоминает Шевченко, избивают людей с другим цветом кожи. Точно избивают, а с тем же самым цветом не избивают. Исповедующих другую религию, приехавших из других стран. Ну, вот фактов и тогда, и сейчас было единицы, ну, в соответствии с концентрацией этих людей иной веры или иного цвета кожи. Ну, не более того. Но, как говорят, дыма без огня не бывает. Что за ерунда? Вот так высказано. Иногда ко мне затрагивается вопрос. Если это происходит, то, может быть, гости из третьих стран, из СНГ, иногда сами виноваты в том, что на них нападают. То есть, такой провокационный вопрос. Те, на кого нападают, может, они сами виноваты? Считаете ли вы, дальше ко мне обращается вопрос, что смешение кровей, послушайте, смешение кровей всегда обогащает генофонд. А у нас с генофондом в России, как известно, проблемы. Точно проблема у нас с генофондом. Постоянно патриотические СМИ, а такие вообще существуют, говорят об уменьшении населения, об уничтожении генофонда. Оказывается, надо завести из рубежа какой-то генофонд, как будто это, знаете, золото в слитков в чемодане положить и привезти. Может быть, надо наоборот создать особые условия для иностранцев, для их привлечения в нашу страну. Ну, представляете, какой набор горячечного бреда. И я тогда на передаче попытался объяснить, что такое генофонд вообще, почему смешение между разными народами не является продуктивным. Я что-то начал говорить, как человек, сведущий в этой теме. Ну, и там начался визг. Можно сказать, что передача была сорвана визгом самого Шевченко, Венедиктова и разной прочей нечисти, которая собралась в оппонирующей команде. Ну, в общем, ничего толком обсудить не удалось. Вот кроме вот этой вот безумных этих фраз Шевченко ничего не осталось. Про русских националистов Шевченко лгал, что они якобы требуют брать у людей кровь для анализа. Вот после этой передачи он в этом совершенно уверился. Неизвестно, правда, какого анализа, потому что в поликлинике постоянно берут кровь для анализа. Для какого еще анализа? Да, генетические исследования, антропологические исследования проводятся. Что из этого? Это ужас какой-то. Брать кровь для анализа? Нельзя. Опасно это, не толерантно. В книге «Взгляд сквозь смутное время», честно говоря, не читал, но цитату выписал. Шевченко связал некий анализ крови с идеей обретения русскими своего государства, против чего он резко выступал, пугая русских обмещаниванием по европейскому типу и даже превращением в подобие Израиля. Здравствуйте. Русских националистов Шевченко обозвал гомункулусами, выведенными в израильской пробирке. Ну какая же мерзость. Протаскивая идею исламизации России, Шевченко, вопреки общеизвестным историческим фактам, объявляет, что у русских и мусульман никогда не было исторического конфликта и есть общее государство. У нас с мусульманами никогда никакого общего государства не было. У нас было русское национальное государство, Российская империя, становлению которого в прежние времена мусульмане активно сопротивлялись и были разбиты, а во времена Российской империи стали верно подданными. После революции снова стали скверно подданными, потому что так же, как и большевики, как и Шевченко, предали историческую родину, историческую Россию, Российскую империю. В 2006 году на эхо Москвы Шевченко говорит так, ксенофобия и нацизм, он угрожает не политической структуре государства, а обществу, людям, приезжим, таджикским девочкам, которых режут ножами, африканским студентам, кавказцам, которые приезжают в Москву. То есть источником криминала, оказывается, является коренное население, которое все нацисты, и вот они все угрожают вот этим девочкам, которые, там было просто притчей выязыться в течение нескольких лет, а на самом деле все было связано с конфликтом наркоманов. Вот наркоманы между собой устроили резню, туда попалась таджикская девочка, и все это списали на каких-то мифических нацистов, которых никто никогда не видел. И далее, цитата. Хорошее еще что-то не важно, как правило, ведь в условиях, скажем так, марксистско-ленинской идеологии, когда уже не классовые различия объясняют другим людям, все, путаница, путаница, понох, я понимаю, что он хочет сказать. В начале 20 века можно было объяснить так, русский помещик живет хорошо, русский крестьянин живет плохо, теперь нацисты, радикалы. Есть национальный вопрос, кто этим вопросом озабочен, я лично озабочен. Те для Шевченко нацисты, радикалы, то есть нормальные русские люди, которые озабочены сохранением, становлением, укреплением своей нации, являются нацистами, радикалами. И донос на них идет средств массовой информации, либералистических или государственных, неважно, где работал Шевченко, там он и нес всю эту ахинею. Я считаю, что опасность национализма исчезнет при создании сильной центральной власти в России. Это прямо противоположно тому, что я только что процедировал. Там социальные условия надо поднять, уровень жизни, тогда нацизм, радикализм, все исчезнет. А здесь нет, нужна сильная центральная власть, вот она должна всех подавлять. Я зимой отдыхал в Ивановской области в городе Плёс, в городе Левитана и Иваново. Город, в котором изначально живет очень много кавказцев. Очень много, это сколько, 10 человек, с которыми встречался Шевченко. Я не знаю, потому ли, что он город невест. Ну, то есть, видимо, едут кавказцы жениться на русских в город невест. Вот такое подлое вранье. Я разговаривал с местными женщинами. У вас тут много кавказцев, как вы к ним относитесь? И дальше русофобские бредни, выдумки. Господи, да слава Богу, что тут настоящие мужики живут, да мы за них горой, говорят местные русские женщины. А у вас здесь есть скинхеды? Мы этому хулиганью ходу не даем, говорят русские люди. Ну, стопроцентное вранье, выдуманный сюжет, выдуманный бред силой кобылы. Русофобский бред. Кавказцы настоящие мужики, а вот скинхеды мы им не даем, проходу нет. Мы тут их всех выкинем. Будем с кавказцами жить, чернильницами станем. Вот это позиция настоящей русской женщины. Так и должно быть. Вот так Максим Шевченко мечтает видеть русских женщин. С кавказцами, да, русские, наверное, русские. Пьяницы, алкоголики, лентяи, да еще и скинхеды. Не, мы лучше с кавказцами. В этот период Шевченко выдвигает требование отказаться от употребления слова «мигрант» как оскорбляющего граждан бывшего СССР, которых Шевченко почему-то решил считать соотечественными и требует для них совершенного равенства с гражданами в социальном обеспечении. С какой бы это статьи. И он прямо перечислил, кого он имеет в виду. Нет ни русских, ни русских, которые приезжают из-за рубежа для постоянного жительства в России. А таджиков, узбеков, украинцев и молдаван. Вот кого он считает мигрантами, которые должны получить равные права. Ну, против украинцев я не возражаю. Ну, что здесь должны делать таджики, узбеки, молдаване. Мол, они такие вот несчастные, волей суде показались в отрыве от Российской Федерации. Как будто эти народы не голосовали за независимость и не приводили к власти тех, кто изничтожал все русское и преследовал русских на своей территории. Шевченко оправдывает телевизионную порнографию средой. Говорит, что телевидение является зеркалом тех, кто его смотрит. Значит, надо ставить вопрос не о телевидении, а о душе. Надо работать над образованием народа. И что порнография – это отображение психосоциальной реальности. То есть такой лоббист порнографов. Поздравляю всех мусульман. Вот такой у вас защитничек. Дальше. Он в этом время применяет слово «фашизм» к любому упоминанию этничности. Во-первых, в криминальной хронике тем самым скрывается тот факт, что криминальная агрессия в адрес коренного населения со стороны мигрантов в несколько раз превышает агрессию против них. Во-вторых, в сообщениях, касающихся роли гастарбайтеров в российской жизни. Фашистки Мишевченко называют сообщения комсомольской правды о том, что могилу для патриарх копали таджики. И соответствующее недоумение, что русских что ли не нашлось. В-третьих, слово «фашизм» он употребляет в отношении русских организаций, которые без всяких оснований обвинены в терроре, которые якобы власть готовит против населения, опираясь на ультраправых. Это, в общем, бред сивой кобылы. В 2009 году на Эхо Москвы Шевченко заявил, что в Чечне была гражданская война и наши граждане убивали друг друга и продолжают, к сожалению, это делать на Северном Кавказе. Те, кто решил, что завершение контртеррористической операции надо воспринять как праздник победы, Шевченко определил, как кто хочет, пусть напивается до одури какие-то спецподразделения, спецлюди в каких-то спецотделах. А любой вменяемый человек, в общем, он вменяемый, победу над бандитами не надо праздновать, это гражданская война оказывается. Бандиты, захватившие часть территории Российской Федерации, это такие же граждане, как и мы. Те, кто резал русских людей тысячами и тысячами, кто изгонял их, 300 тысяч изгнанных, 50 тысяч вырезанных просто, мирных людей, не солдат. Солдат убивали этих срочников, которые по воле Ельцина попадали в плен, рабов там похищали, и почти в каждом доме, который строили чеченцы, силами тех же рабов, предусматривали в подвале тюрьму. Вот такая была ситуация. С той стороны не напиваются, с той стороны достойные люди, никто там не пьянствует, и вот там честные, достойные граждане. А с этой стороны, кто победил бандитов, те бесчестные, те вот напиваются. Позитивным исходом войны Шевченко считает лидерство Чечни на всем Северном Кавказе. Поздравляю, так оно и произошло. Путин предал, Шевченко поддержал. Если на самом деле война и насилие на Северном Кавказе закончится, и Чеченская республика здесь будет лидером, то это очень хорошо. Вот так он сказал. Как разумно определил Шевченко намерение Кадырова начать переговоры с бандитами Умаровым и Закаевым. Как и проведение очередной всеобщей полной амнистии для бандитов. Бандитов и головоритов Шевченко приравнил к героям, защищавшим от них Россию. Были доблестные ОМОНовцы, были доблестные грушники, чеченцы, которые особенно в Первую войну защищали свою родину. Как они видели свою родину, как учили их матери, их бабушки ее видеть и отцы. Вот так они учили видеть родину свою без русских. Вот так сделал Кадыров, а перед этим делал Дудаев, Масхадов. И всем им симпатизирует Шевченко. Это якобы он против террористов. В 2009 году комсомольская правда. Никакой угрозы национализма в России нет. Только что он был, буквально несколько лет назад. Это миф. Я вас уверяю, банда скинхедов порождены теми либеральными силами, которые хотят эксплуатировать дешевый рабочий труд. Я хочу сказать и русским, и другим националистам, не идите на поводу, не будьте марионетками. Лучше узнайте друг друга. Ребята, русские националисты, приходите. Нет, нет никакой угрозы. Приходите к кавказцам, знакомьтесь с теченцами, с аварцами, с даргинцами, с кабардинцами, с болгарцами. Не болгарцами, а с балкарцами. С балкарцами, с грузинами, с армянами. Вы у них многому можете научиться. Здравствуйте вам. Ровно как и они у вас. Такой веселый интернационализм за счет русских, естественно. Я бы предложил через вашу газету реальным русским националистам не выгонять иностранных рабочих из страны, а защищать их права. И тогда как раз и появилось это. Съездим Кадырову на поклон, такой управляемый русский национализм. Потому что настоящий русский националист будет защищать своего брата таджика, своего брата узбека от рабства. И сам, видимо, станет рабом поэтому. Для меня этот мир гордых воинственных людей, чеченцев, войнахов, сванов, будет неполным, недостаточным. Это Сталин хотел уничтожить, изолировать те народы, которые были слишком свободолюбивы. Но сейчас-то уж Шевченко такой сталинист, просто клейма, что называется, негде ставить. А тут вот, ну да, Сталин хотел уничтожать, изолировать народы. А вы должны с ними обняться. Потому что они приезжают вас убивать сюда. Вот с ними обнимайтесь. Я считаю, что надо укреплять роль национальных диаспор. Национальные движения нашей страны всегда были за ее сохранение. 2010 год эхо Москвы. Шевченко говорит о том, что якобы в годы сталинских репрессий не было массовых судебных процессов. Ну, это абсурд полный. То есть он отмазывает вот свою эту коммунистическую мечту. В передаче «Судите сами» в 2010 году Шевченко заявил, что 11 декабря на Манежной произошел нацистский путь. Прислушайтесь. Вопреки подобной вводке разговор в студии оказался конструктивным. Участники дискуссии оказались более разумными и адекватными, чем ведущие. В том же году он предложил освободить страну от стереотипов. Россия не является православной страной. Здравствуйте, пожалуйста. Да, эта страна выросшая на православии. Но какая она? Православная церковь является самым влиятельным институтом. Но помимо нее есть много центров и религиозных, и национальных. Но по факту Россия построена православными людьми, поэтому она является православной. А то, что сейчас называют православием, ну не вполне православие. И более православной может быть, может быть, я говорю, те, кто не ходит в эту церковь. Потому что, ну эта церковь не та, что была до февраля 17-го года. А нам предлагают ведь другую идею, не стать более православными, а перестать быть православными. Потому что это мешающий стереотип. Здесь другие есть люди. Еще один мешающий стереотип, по мнению придворного журналиста, Россия мирная страна, земля дружного существования братских народов. Ну вообще-то народы жили в России всегда мирно. Всегда мирно. И оказывается, нет. Вот Российская империя настолько ненавидит Шевченко, что он не считает, что мирно жили. И он говорит, что Россия всегда расширяла свою территорию за счет агрессии, за счет войн. Это вранье. Это вранье. Всякий, знающий русскую историю, прекрасно об этом осведомлен. Ну, Шевченко, я думаю, тоже осведомлен, но у него другая идея в мозгах копошится. И дальше он говорит, многие завоеванные народы имеют тяжелые исторические травмы. Если мы хотим, чтобы наше государство было сильным, надо услышать голоса народов, которые вели войны. Ну вообще-то русский народ в таком случае вел войны, и его надо слушать больше всего. Башкиры в ходе четырех восстаний потеряли половину населения. Вранье. Я уже не говорю о Кавказе. Вранье. Задача историка и политика – перейти к оформлению общественного договора с теми народами, которые считают территорию России своей родиной. Общественный договор, либерастия типичная. Мы уже потеряли наши братские народы, которые могли быть с нами сегодня, из-за нелепой безумной политики. Это нелепая безумная политика, это политика большевиков и коммунистов. Реальность становится понятной, если посмотреть, как проходят презентации России на международной арене. Лично я в подобных мероприятиях больше не участвовать не буду. Это не моя страна, когда представлена только одна конфессия, один этнос – антиправославная позиция. Мы единственная страна, в которой нет Министерства национальной политики. Слава Богу, что его ликвидировали, потому что это было Министерство русофобии. Потому что есть влиятельная общественная организация, которая блокирует принятие решения о создании такого министерства. Я полагаю, что это нанесет вред их религиозным интересам. Имеется в виду Русская Православная Церковь. Я побывал на многих фуршетах элиты. Интересное признание. С поросятами, осетриной, пирогами, пляшущими казаками и Надеждой Бабкиной. Это не Россия. Это злобная и преступная пародия на мою страну. Ну, твоя страна, Шевченко, это исламский халифат. Вот туда и проваливай. В 13-м году Русская служба новостей. Шевченко назвал геноцид русских в Чечне легендой, не имеющей достаточно внятного подтверждения. Так как масштабное убийство русских произошло после начала массированных бомбардировок Грозного. Это ложь. Легенда о геноциде русских, которая так устоялась в интернете, на самом деле не имеет достаточно вменяемого подтверждения. Вот так он высказался. В 14-м году эхо Москвы. Клевета Шевченко на Российскую империю. Династия Романовых, начиная с Алексея Михайловича, отца Петра. Это скорее династия оккупантов на русской земле. Полная мерзость. Мерзость. 14-й опять же год. О крымских татарах, большая часть этого прекрасного и трудолюбивого народа, лишенного Сталином не только родиной, но даже имени. Простые крестьяне, не искушенные в том числе в геополитике. Они никогда за свою историю не видели от Москвы ничего хорошего и не слышали о таком хорошем от своих предков. Москва, представление, это место, где всему народу дали приказ за 40 минут покинуть родину и отправиться под домами автоматов в азиатскую чужбину. И дальше продолжение распространения слухов, а из российских телеканалов льется потоком ложь о ваххабизме и терроризме крымских татарского народа, о его желании резать русских. Ну вообще-то выслали крымских татар за массовое участие в геноциде русского и украинского населения, ну русского обобщенного мы называем, Крыма и Украины. Они участвовали в этих зундеркомандах или как там, айнзацкомандах. Именно за это произошла высылка. Так же и чеченских, чеченского народа высылка произошла за это, за массовое предательство. Ну естественно Шевченко это все за скобки выводит. И при этом здесь он, видите, порицает Сталина, а теперь он сталинист. Интересно, у него было бы спросить, а как вот эти представления сочетаются-то? Замечательные чеченцы и высылка ими Сталина замечательной, Сталин что выслал чеченцев. Замечательные крымские татары и Сталин тоже замечательный за то, что их выслал. Там же происходит противопоставление русских и украинцев. Украинцы самые близкие русские по духу и по культуре, по языку и по ментальности народ на земле. Но это вообще-то один и тот же народ. Дикие фантазии о происхождении русских. Собственно русские как этнос сформировались из смешения славян с уграфинами в рамках единой огромной державы на востоке Европы. Не было такой единой огромной державы, никаких уграфинов тоже не было. Были реликтовые этносы какие-то мелкие, их обобщенные антропологи называют уграфинами. Но не было никакого народа уграфинов. Не было. Ну и клевета на русскую историю, как будто вся она состоит из какого-то безобразия. Польско-католические, еврейско-иудейские, тюрко-кавказско-мусульманские, русско-казачьи, староверческие и так далее вопросы разрешались империи кровавыми войнами, погромами, сегрегацией, депортациями. Ну вот сколько лжи и фальши во всем этом. Ну это сейчас вот увидев какое-то отдельное событие, можно вот Шевченко говорить не обобщайте, не обобщайте. Вот он обобщает, он обобщает. Мы же прекрасно знаем, что происходило под каждым его тезисом, польско-католической. Мы прекрасно знаем, что происходило. Еврейско-иудейская проблема. Знаем, знаем. И погромы, были погромы, да. Но русский погром со стороны вот этих вот еврейско-иудейской, польско-католической, тюрк и прочее, прочее, прочее. Вот этот погром был самый большой в истории. Может быть в истории человечества нет, но в истории России это уж точно. Клевета на русское движение. Новый русский национализм создан для окончательной передачи судьбы русского народа в руки олигархической бюрократии и международных финансовых спекулянтов. Вранье. Оторжествление русского национализма с бандитизмом на Украине. Самое смешное, что украинский национализм Киевского разлива со всем его бредом о русских и России зеркальная конструкция всего того, что я писал выше. Опять вранье. Ну вот просто тотальное вранье о России и русских. Вот что такое Максим Шевченко. 2017 год. Это уже свеженькое. Шевченко высказался положительно о гнезде американской разведки в России. В фонде Карнеги, в котором он некогда работал. Есть СМИ, допустим, имеющие западное происхождение. Вот Карнеги, допустим. Мне очень нравится Карнеги. Я против того, чтобы его подвергали каким-либо репрессиям. Ну понятно. Агентура. Агентура. Снова 17-й год. Эхо Москвы. Шевченко решительно высказался в защиту российской олигархии. Конкретно Сулеймана Керимова, арестованного в Ницце. Керимов, по мнению Шевченко, один из столпов российского легального респектабельного бизнеса. Да не может быть респектабельного бизнеса у человека, который наворовал миллиарды долларов в нашей стране. И опять 17-й год. Эхо Москвы. Шевченко считает большевизм русским явлением, а отрицание этого – оскорблением русского народа. Нет, как раз оскорблением русского народа является то, что говорит Шевченко. Вот это самое настоящее оскорбление. Вот этих ублюдков называть русскими – да вы что. Да не было у нас никакой русской революции. Была антирусская революция, которая уничтожила миллионы русских людей. Десятки миллионов русских людей легли в землю по вине нерусских. Нерусских. Нерусская идеология – коммунизм. Нерусская политическая практика – большевизм. Нерусскими организована гражданская война. А нерусью. Нерусью. Самой отчаянной нерусью. Каковой и является сам Максим Шевченко. Клевета на русское офицерство, которое якобы на 75% перешло к красным. Это ложь. Все царское офицерство было уничтожено. Все, кто был офицером на момент совершения февральской революции, не пережили 30-е годы. Ну, 99%, может быть, и еще 9,9 после запятой. Вранье. Ну и дальше, естественно, вранье. Большая часть дворян, служивших в царской армии, потом служила в Красной армии. Ну, вранье. Вранье. Это исторические факты. Они общеизвестны. Ну, должны быть общеизвестны. Но поскольку они слабо известны, приходят такие, как Шевченко, и лгут, и лгут без перерыва. Самые культурные, самые цивилизованные, самые, на мой взгляд, разумные, патриотичные тогда люди выбрали Красную армию и как бы сторону советской власти. Ну, полное вранье. Полное вранье. В общем, мы видим сплошную эклектику. Либерал, исламист, коммунист, путинист, сталинист, антисталинист. И все это соединяется вместе одной позиции. Русофобией. Чекистской русофобии. Источник там. Отсюда и все эти воздыхания о чекистах, о комиссарах в пыльных шлемах, о Сталине, о революции и так далее, и так далее. Очень удобная позиция. Эти чекисты, они же, конечно, не идеологий какой-то охвачен. Это циники, которые удерживают власть. И Шевченко им помогает. Ну, и завершающий апофеоз. Вставай, проклятием заклеменный, весь мир голодных и врагов. Господа, прекратите! Что делаете? Ну, вы прекратите это изобразие мужчины. Я повторю тоже. И смертный бой и сегадой.